Более 20 тысяч пострадавших от стихии человека и 203 полностью уничтоженных дома. Площадь лесных пожаров в России продолжает увеличиваться. Огнем охвачено 57 тысяч гектаров. К тушению привлечено около 2,5 тысяч человек. Напряженная остается обстановка в Сибири на Дальнем Востоке. В Бурятии за последние сутки охваченная пожаром площадь увеличилась в три раза. Возникло 32 новых очага возгорания. Большая часть в Амурской области. С десятками возгораний борются и в Приамурье. Там действует противопожарный режим. Жители Ненецкого округа за происходящим в стране наблюдают с тревогой. Люди обеспокоены и переживают за тех, кто оказался в беде. Наш регион тем временем тоже начал готовиться к пожароопасному периоду. Под угрозой лесных пожаров могут оказаться несколько населенных пунктов. Среди них Коткино, Щелина, Волонга и Ома. Для этих поселений хотят разработать отдельные противопожарные планы. Об этом в программе «Алло Студия» рассказал заместитель начальника МЧС России по Ненецкому округу Евгений Соколов. Согласно данного документа, все населенные пункты, которые войдут туда, должны будут до начала пожароопасного периода составить паспорт. Готовности населенного пункта к пожароопасному периоду. В данном паспорте там указываются, какие есть непосредственно на территории того или иного населенного пункта объекты социальной инфраструктуры, какие пожароопасные, взрывы пожароопасные, сооружения, предприятия и так далее. Потом, какая есть техника, какие есть подразделения пожарной охраны, чем они оборудованы, какие есть водоисточники.